Каждый раз, когда лето заканчивается, у меня начинается осенняя хандра, и я, в принципе, готова на что угодно, чтобы ее побороть. А что можно сделать такого, чтобы побороть осеннюю хандру? Наверное, чем-то себя порадовать. И сегодня я вам хочу показать свои осенние обновки гардероба с сайта DressLily. Я уже второй раз сотрудничаю с этим сайтом, и когда я первый раз делала видео, когда я получила вещи, я подумала, что это, наверное, самый лучший китайский магазин, потому что тогда я была настолько довольна практически всем. Там, по-моему, со всего заказа только одна вещь была, которой я была недовольна, а все остальное было просто шикарного качества за хорошие деньги. С этим заказом, к сожалению, не все так радужно. Часть вещей, которые я получила, ну, знаете, не то чтобы они плохие, но есть уже к чему придраться. И я вам обязательно это все покажу. И вообще, я считаю, что с китайских сайтов лучше всего заказывать по обзорам. А так вообще, это очень большая лотерея, потому что, когда смотришь на картинки на сайте, то вроде бы все классно, на модели это супер выглядит, а когда к тебе приходит, ты получаешь какую-то невнятную тряпочку из полиэстера, не знаешь, за что ты заплатил, собственно, деньги. Но перед тем, как мы с вами приступим, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Это можно сделать, нажав на кнопочку подписаться внизу под видео. И также нажимайте на колокольчик, который находится рядом, чтобы YouTube вас сразу оповещал, как только будут выходить мои новые видео. В общем-то, обязательно это сделайте, и давайте приступать. Я, наверное, сегодня буду показывать вещи от тех, которые мне больше всего понравились, и закончим теми, которые мне меньше всего понравились, которые бы я вообще не рекомендовала к заказу. И первое, что я хочу показать, что мне очень понравилось, это был вот такой вот белый свитер. И, по-моему, в прошлый раз я его не заказала как раз таки из-за того, что он достаточно дорого стоил, как для Китая. А я подумала, ну, мало ли, может, качество там не соответствует этой стоимости, поэтому решила не заказывать. В этот раз он на распродаже, то есть он стоит просто копейки. За эти деньги я искренне считаю, что этот свитер просто безупречного качества. Он действительно очень мягкий, очень приятный к телу, но в то же время, когда его трогаешь, чувствуется, что в нем есть шерсть. То есть слегка-слегка еле уловимое такое тактильное ощущение шерсти. Я просто безумно довольна осталась этим свитером, и я его рекомендую заказать абсолютно всем, кому он может подойти, потому что, к сожалению, размер только один у этого свитера, и я думаю, что он идеально подойдет тем, кто носит приблизительно М-ку, наверное. Вот для этого размера он будет идеально, может быть, Л-ку. Но если вы носите S, XS или наоборот XL и так далее, то он будет либо слишком уже такой, как мешок, либо слишком уже в обтяжку. Единственный косяк этого свитера – это длина рукава. Если вы хотите полноценную длину рукава, такую, как надо, скажем так, то этот свитер, к сожалению, в этом сегменте косячит, потому что длина рукава, знаете, и не три четверти, и не полноценный рукав, а что-то такое среднее. Но для меня это, в принципе, не особо проблема, потому что я все свои вещи с длинным рукавом люблю вот так вот подворачивать, подтягивать рукава и делать приблизительно длину три четверти. Поэтому даже если длинный, даже если там не очень длинный, я всегда все равно подтягиваю рукава. Я реально прям все вещи так ношу, поэтому для меня конкретно это не проблема. Но я обязана об этом сказать, потому что если вы рассчитываете на хорошую длину рукава, вы здесь ее не получите. Это свитер, который мне тоже очень сильно понравился. Этот, кстати, по ощущениям точно такой же, как предыдущий, но здесь на сайте заявлено, что это полиэстер. Но полиэстер не такой, что, знаете, как будто целлофановый пакет на себя надел. Нет, здесь совершенно не такое ощущение. Этот свитер тоже безумно просто мягкий. Вот у них с предыдущим вот очень похожие тактильные ощущения. Единственное, белый немножко более колючий, вот все-таки в нем вот эта вот шерсть чувствуется. Вот эта же мягенькая, просто как облачко вещь. Он, в принципе, довольно базовый и классический. Единственное, здесь вот на рукавах вот такая вот детализация в виде полосочек на манжетах. И вот эти манжеты, они более плотные, вязкие такой. С этим свитером, к сожалению, та же история с рукавами. Здесь их можно стянуть так, что вроде бы как вот прям тютелька в тютельку, они нормальной длины. Но все равно, если чуть-чуть двигаешься, они выглядят немного подстреленными. Если вы можете закрыть на это глаза, то смело можете заказывать этот свитер. Я думаю, вы не пожалеете. Дальше я вам покажу свитерок, который настолько базовый, что, наверное, более базовую вещь на сайте было бы найти сложно. Но, тем не менее, он мне очень понравился. И когда я его получила, я поняла, что это, в принципе, то, что я себе и представляла. Это вот такой вот, казалось бы, абсолютно невзрачный свитерок. Но это для меня лично идеальный вариант такой вот повседневный, скажем так. И он, опять-таки, очень приятный по ощущениям. Очень мягкий, очень такой приятный к телу. И состав у него это полиэстер и спандекс, если я не ошибаюсь. И он такой именно, знаете, как капроновые колготки. То есть он очень классно облегает тело. И в то же время, знаете, не просто облегает, а как будто немножко еще даже утягивает его. То есть, если местами есть какой-то небольшой жирок, который бы вы хотели скрыть, то как раз-таки вещи из такого материала хорошо это делают. Потому что они слегка, то есть не то чтобы сильно, они слегка утягивают. И делают просто такую вот более обтекаемую, скажем так, фигуру без лишних вот этих вот элементов. Здесь длиной рукава, в принципе, все хорошо. Но есть другой косяк, который меня, честно говоря, просто поверг в шок. Здесь вот этот вот шов, который должен быть на плече, он не прошит. И я, конечно, понимаю, что с китайскими магазинами может быть все что угодно. И я не думаю, что они все такие. То есть все модели именно вот с таким вот косяком. Скорее всего, мне попалась такая дефективная модель. Если я бы заказала бы даже повторно этот свитер, скорее всего, я так думаю, мне бы пришел нормальный. Следующую вещь, я даже не знаю, как правильно обозвать. То ли это блузка, то ли это свитшот. Наверное, это что-то среднее. И если на нее посмотреть вот так вот спереди, казалось бы, да, вообще ничего особенного. Но на эту блузку или свитшот надо смотреть сзади. Потому что сзади там главный прикол. Она вообще мне чем-то напоминает смирительную рубашку. Она все-таки очень большая с завязочками на спине. Но сзади смотрится реально прикольно. То есть спереди вроде бы как ничего особенного. Такой обычный себе свитшот. И, кстати, ткань здесь вот единственное, что подкачало. Ткань здесь достаточно тонкая. Я бы сказала, что на такую очень теплую осень будет классно. Потому что тонкая ткань и все так обдувается, продувается. То есть если вы на эту вещь смотрите в плане того, чтобы было тепло, то это вообще не тот вариант. Потому что очень действительно тонкая такая, как почти даже полупрозрачная ткань. Стоит в принципе недорого. Поэтому как такой вот необычный предмет гардероба можно в принципе себе купить. Дальше вещь, которая мне абсолютно не понравилась. И это вот такой вот спортивный свитшот. На сайте было указано, по-моему, что это полиэстер и хлопок. Но я здесь хлопка не чувствую абсолютно. То есть это такая насквозь синтетическая вещь, которую действительно ты одеваешь. И сразу тебе в ней жарко. То есть ты сразу как будто начинаешь в нем потеть. На ощупь такой вот просто абсолютно дешевый. Хотя очень обидно. Потому что он на мне сидит очень классно. И в принципе на вид он тоже очень прикольный. Такой вот как бы повседневный такой свитшот, который можно вполне носить там. Я не знаю, гулять с собакой я могу в таком. Но вот если бы он был реально хлопковым, то к нему бы вопросов никаких не было. Или хотя бы вот этот бленд хлопок-полиэстер. Но чтобы хотя бы было не 99% полиэстера, а 1% хлопка, а хотя бы где-то 50 на 50, тогда было бы нормально. Помимо свитерков я заказала еще три пары обуви. И здесь тоже есть разочарование. Но давайте опять начнем с того, что больше понравилось. И закончим тем, что меньше понравилось. Кроссовки, которые мне более-менее понравились, это были вот такие вот черные полностью. Они рассчитаны либо на лето, если вы летом ходите в закрытые обуви. Либо на такую вот раннюю осень или позднюю весну, когда очень тепло. То есть от дождя они не защитят. В какую-то грязь ходить тоже это не вариант. Но тем не менее, они по крайней мере на мне сидят нормально. В ноге в принципе удобно. Но на сайте этом они стоят 33 доллара, по-моему, с копейками. И я считаю, что это достаточно дорого. То есть не просто достаточно дорого, это очень дорого. Потому что, например, если зайти на сайт 6PM, то там New Balance можно найти уже за такие деньги. И я перед тем, как сесть снимать это видео, специально зашла на 6PM посмотреть New Balance. И там можно найти от 35 долларов. Понятное дело, что за 35 это будет самая такая базовая модель. Но здесь как бы тоже, извините меня, ничего особенного в этих кроссовках нет. И единственное, с 6PM нужно будет платить за доставку из США. Это где-то приблизительно еще, наверное, долларов 15, наверное, будет стоить. Но тем не менее, я бы, например, предпочла переплатить 15 долларов, получить New Balance, который я реально буду носить, ну, минимум год. Вот эти кроссовки как раз-таки очень сильно напоминают New Balance по своему стилю. Я думаю, они как раз-таки с закосом под эту марку и сделаны. Вот эти уже стоят гораздо дешевле. Ну, как гораздо. Они стоят, по-моему, 22 доллара, если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, это актуальная цена на момент, когда я снимаю видео. Потому что на китайских сайтах цены меняются чуть ли не каждый день. Если сравнить настоящий New Balance с вот этими, видно, что вот это такой конкретный Китай. И, опять-таки, это такие кроссовки, которые, скорее всего, на сезон, ну, максимум на 2 сезона. Тем не менее, на ноге они смотрятся симпатично. И достаточно удобные тоже они. И, кстати, размеры это 40. И если будете заказывать все-таки с этого сайта, я вам очень рекомендую заказывать на один размер больше. Потому что я ношу либо 39, либо 40. Решила взять 40. Но вот эти вот даже, я бы сказала, совсем мне впритык. И последние кроссовки, которые я заказала, самые ужасные, наверное, из всех. Они мне абсолютно не понравились. Хотя на сайте заявлено было, что они из замши. Но я, честно говоря, очень-очень сильно сомневаюсь, что это замша. Мне это выглядит как искусственный материал, который выполнен под замшу. И мне вообще они не нравятся абсолютно. У них очень дешевый вид. И в них ужасно неудобно. Вот этот вот высокий задник, когда одеваешь эти кроссовки. Это, кстати, я не себе брала. Я заказывала эти кроссовки для своего мужа. Ему нравится иметь в коллекции какие-то яркие модели. И, в общем-то, я ему показала. Ему по сайту понравилось. Мы решили такие взять. И ужасно неудобно. И он сказал, что ему не нравится. Я тоже их померила для того, чтобы понять ощущение. Вот этот задник очень жесткий. И такое впечатление, что нога как-то у тебя не свободно сидит в кроссовке, а что-то как будто давит тебе как раз-таки в голень. Очень неудобно, в общем-то. Поэтому вот это для меня полный провал. Я, честно говоря, не знаю, что с ними делать. Я у мужа спрашивала, будет ли он носить. Но так как он у меня очень добрый, он мне сказал, ну да, буду. Но в глазах я бы насчитала, что нет, пожалуйста, не заставляй меня это носить. По вещам это, в принципе, все. И последние две вещи, о которых я хочу рассказать, это вещи, которые, знаете, как на сдачу докинуты. Потому что они очень низкой стоимости. И всегда вот ради них оформлять заказ никогда не будешь. А когда уже можно их докинуть к общему заказу, то это как раз-таки классные штуки. Одна из них это органайзер, который я сейчас очень активно использую. Выглядит это все вот так. Вот это обычный пластиковый органайзер. Но для косметики очень удобно оказалось. В него я поместила в первую очередь свои фавориты косметики, которые, вы знаете, я хочу, чтобы были вот именно на расстоянии вытянутой руки. И здесь помимо главных отсеков сверху, куда помещается достаточно много косметики, здесь, в принципе, абсолютно все, что мне нужно, ну, помимо теней, для того, чтобы делать макияж. Тут есть еще вот такой вот ящичек, в котором я храню косметику, которую я тоже очень люблю, но которую не использую настолько часто, вот прямо вот в каждом своем макияже. Очень удобный такой органайзер. Мне вот это понравилось гораздо больше, чем, знаете, классические такие акриловые ящики, которые вот такого вот формата. Почему они мне не нравятся? Потому что здесь очень маленькая высота вот этих ящиков. Поэтому вот такой вот органайзер, хоть и более страшненький на вид, но гораздо более практичный хотя бы. Последнее, о чем я хочу вам рассказать, это о LED-полосках таких, которые клеятся, ну, собственно, куда вы захотите. Можно приклеить на какую-то полку, можно приклеить на стол. Это все сугубо для декоративного эффекта. У меня муж огромный фанат вот такой вот подсветки. У нас такая подсветка наклеена на тумбе для телевизора. И, знаете, это создает такой эффект, как у телевизоров Philips. У них там есть какая-то технология, они там свет подстраивают под картинку на экране. Ну, мне вот конкретно в телевизоре эта штука не нравится. Но на этой тумбе смотрится классно. Хотя я скептически сначала к этому отнеслась. Но когда мой муж это сделал, я посмотрела, да, действительно мне понравилось, как это выглядит. И он у меня попросил заказать еще одну такую ленту. И вторую он прикрепил к себе на стол. Там, естественно, можно менять режимы. Там можно выбрать любой цвет, который тебе нравится. Любой режим. Это будет просто обычное освещение. Или это будет мигание. Или оно будет менять один цвет за другим. То есть вы там себе сами можете выбирать, какой вам режим нравится. Фух, ну вот, собственно, и все. Рассказала я вам о своем заказе с сайта DressLily. На этом я буду с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Это можно сделать вот здесь вот. И также я вам здесь, кстати, в карточках оставлю видео со своим прошлым заказом с этого сайта. Обязательно посмотрите это видео, если вы его еще не смотрели. Там реально классные вещи. И там большинство вещей классные. Я уверена, что большинство из них еще есть на сайте. Потому что я их встречала, эти вещи, когда в этот раз оформляла заказ. Обязательно посмотрите это видео. А если вы уже все эти видео смотрели, то мы с вами увидимся в следующем моем видео через несколько дней.